Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у нас! Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у нас! Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 25 августа. Память святого апостола Тита. Святой апостол Тит был родом из Крита и происходил от родителей, хотя и благородных. Ибо они слили свое родство от Нероя, царя Критского, но не правоверных язычников, придерживавшихся идолопоклоннического нечестия. Тит и сам первоначально служил тому же нечестью и выказывал в юных годах большую ревность в изучении наук еллинских. Он с усердием изучал сочинения древних философов и стихотворцев, как, например, Гомера и прочих. Несмотря на это, Тит проводил жизнь незлобивую и целомудренную, хотя он и не знал Бога истинного, однако соблюдал в непорочности девственную чистоту тела своего, как впоследствии свидетельствовал о нем святой Игнатий Богоносец в своем послании к философийцам, называя Тита девственником. Того самого Бога, коего Тит не знал верою, он чтил добрыми делами своими и был ему угоден. Когда Титу исполнилось двадцать лет от рождения, он услышал голос, нисходивший к нему с неба и говоривший «Тит, тебе следует уйти отсюда и спасти твою душу, ибо учение еллинское не ведет ко спасению». После того, как Тит услышал этот голос, он восхотел слышать его во второй раз, ибо он знал, что иногда бывают голосы, гласы и внушения от идолов. Теперь Тит уже не хотел веровать в идолов, так как начал познавать обобщение бесовское, коему поддаются все поклоняющиеся идолам, и прожил там еще один год. Потом было ему во сне повеление от Бога прочесть еврейские книги. И после того сонного видения Тит начал искать книги еврейские. Найдя книгу святого пророка Исаия, Тит раскрыл ее и остановился на главе сорок первой, которая начинается так. «Обновляйтеся ко мне острова». Читая главу эту, Тит встретил в ней некоторые слова, которые, как ему казалось, сам Бог изрекал в сердце его, именно «Раб мой виси избрал тебя и не оставил тебя, не бойся с тобою я, не превращайся многобожием языческим, я есть Бог твой, еще я Бог твой, держащий десницу твою, говорящий тебе». В конце же главы прочитал об идольском обощении именно «От кумира их нет возвещающего, если вопрошу их, откуда есть, не отвечает мне, суть творящая вас и сует прельщающая вас». Эти и другие слова книги пророческой были для Титта как бы ключом, открывшим двери ума его к познанию единого истинного Бога и вместе с тем к уразумению идольского обощения и заблуждения языческого. С того времени Тит воспоминялся сердцем к Богу, коего почитали евреи. 41.28. В это время на острове Крити, где проживал Тит, распространился слух о Христе Боге, явившемся во плоти, проживавшем среди людей в Иерусалиме и совершавшем дивные и несказанные чудеса. Ибо слава о нем проходила по всем концам земли. 42.28. Анфипа открыто, приходившийся к Титу дядей по матери, посоветовавшись с именитыми мужами, послал в Иерусалим своего племянника, этого благоразумного и любознательного Тита, с тем, чтобы он хорошенько выслушал и уразумел то, что говорилось из уст Христовых, и побеседовал с ним. Таким образом Тит мог возвестить самым подробным образом своим соотечественникам все то, что сам узнал бы о Христе. Тит отправился в Иерусалим, увидав Владыку Христа, он поклонился Ему и следовал за ними и учениками Его, смешиваясь с народом, во множестве ходившим за Господом. Таким образом Тит был самовидцем многих чудес, совершенных Христом, и видел спасительные страдания Господа, уверился также и в воскресении Его. После же Вознесения Господня, когда Дух Святой сошел на апостолов в виде языков огненных, так что апостол вначале говорит на разных языках, Тит слышал беседу апостолов, говоривших и по-критски, и весьма изумлялся, как об этом написано в книге «Деяния апостольских». Пришельцы критяне, среди них был Итиц, и аравитяне, удивляясь друг другу, говорили, «слышим говорящих их апостолов святых нашими языками величая Божия». Впоследствии Тит пересказал об этом всем в Отечестве в своем Крите. Блаженный Тит принял участие и в служении апостольском, когда дверь была открытой для язычников, и были крещены сотни корнили, а потом и прочие елины. Тогда и Тит, происходя от язычников необрезанных, принял крещение святого апостола Павла, ранее называвшегося Савлом. Хотя Тит и уверовал во Христа, но пока не крестился, апостолы не принимали его в первенствующей церковь, так как вообще не принимали необрезанных. Тит же не хотел исполнять отхозаветнего обряда обрезания. Однако иудеи, уверовавшие во Христа, требовали первоначально от всех язычников исполнения этого обряда. Говорят, что без обрезания никто не может получить спасение, как об этом написано и в книге «Деяния апостольских». Некоторые, шедшие от иудеи, учили братьев, что если не обрежетесь по обычаю Моисееву, то не можете спастись. Таковые роптали на святого первоверховного апостола Петра за крещение сотника корнили и вступили в спор с ним, апостолом Петром, говоря ему, что он вошел в дом мужей необрезанных и ел с ними. Когда же святые апостолы на соборе рассмотрели этот вопрос, то постановили не принуждать язычников обрезываться. Тогда и Тит Блаженный пришел ко крещению, так как никто не принуждал его к обрезанию, о чем упоминает апостол Павел в послании Галатам, говоря, ни Тит, а который был со мной, елен, не принуждали обрезываться. После крещения Тит был уполномочен прочими главными апостолами к служению апостольскому и сопрещен к числу семидесяти меньших апостолов. Тит послан был вместе с апостолом Павлом на проповедь Слова Божия к язычникам. И Тит постоянно следовал за Павлом, святым, не только как ученик за учителем, но и как сын, следующий за возлюбленным отцом. Ибо Павел называет его своим сыном, как это можно видеть из послания его к Титу. Титу, говорит святой Павел, пресному чаду благодать и милость. Ходил же святой Тит иногда вместе с апостолом Павлом, а иногда же был посылаем им проповедовать самостоятельно. Так, например, он был послан Павлом в Далмацию, о чем упоминает Павел в послании к Тимофею, говоря, Тит в Далматию, 2 Тимофея 4.10, то есть был послан мной на проповедь Евангелия в города Далмасские. Иногда святой апостол Павел посылал Тита со своими апостольскими посланиями, как, например, к Коринфянам. Коим он говорит, умолил Тита и с ним послал брата. Говорит еще, умолите нам Тита, необходимо. Да, якоже прежде начат, так и окончат. И еще, благодарение Богу, давшему такое тщание о вас в сердце Титова. Несомненно, Павел питал Титу великую любовь духовную во Христе, так как он называет его то сыном, то братом своим. А когда он замерлил уйди от Павла, то этот последний скорбел о нем, говоря о себе, «Пришество Аду во благовестие Христово, и двери, отверзанные мне, были о Господе, не имел покоя духу моему, ибо не находил Тита, брата моего». И насколько великий апостол скорбел без Тита, настолько утешался его присутствием, ибо говорил, утешил нас Бог пришествием Титовым. И еще, говорит, возрадовался о радости Титовой, проходя по многим странам с благовестием имени Христова, святые апостолы пришли в Крит, Отечество Тита. Анфипатом же тогда в Крите был Рустил, муж сестры Тита. Услыхав проповедь апостольского о Христе Боге, он первоначально посмеялся ей, но когда умерший его сын воскрешен был апостолом Павлом, то Рустил уверовал во Христа и принял святое крещение со всем домом своим. Вместе с тем приняли святую веру и крещение многие из числа прочих неверных, обитавших на острове Том. Святой же Павел поставил блаженного Тита епископом острова Крита и прочих близлежащих островов и, поручив ему новопросвещенных христиан, оставил его там. Сам же отправился в другие страны проповедовать имя Христово язычникам. Придя в Никополь, святой Павел написал послание Титу, в коем поучал его благому управлению паствой. «Для того я оставил от тебя, — говорит он, — в крике, чтобы ты довершил недоконченное и поставил по всем городам пресвитеров, как я тебе повелел». Объясняя эти слова апостольские, святой Златоуз говорит, «Кит был более искусным из числа всех бывших с Павлом, ибо если бы он не был искусным, Павел не поручил бы ему всего острова, не повелел бы окончить недоконченное, не подчинил бы суду его епископов, если бы не надеялся на этого мужа Тита. Когда Павел задержался в Никополе, то снова призывал к себе Тита, говоря в своем послании к нему, «Когда пошлю Артема к тебе или Тихика, постарайся прийти ко мне в Никополь. Там я судил, решил перезимовать». И пришел к нему святой Тит в Никополь. Побыв вместе с ним непродолжительное время, Тит снова был послан им в Крит. После этого святой Павел был взят в Иерусалиме, заключен в Аково и послан в Рим. Тит, услыхав обо всем этом, пошел в Рим, дабы видеть страдальческий подвиг своего учителя. Тит пробыл в Риме до кончины святого апостола Павла. По усечению честной главы апостола, что было сделано по приказанию Нерона, Тит предал погребение честное тело апостола и снова возвратился к своей пастве, в Крит. Престол святительства своего Тит имел в одном из лучших критских городов, называвшихся Гортиной. Тит трудился непрестанно, обращая ко Христу еленого заблуждения их, поучая их и утверждая веру их чудесами. Следует заметить, что на острове Том был идол, почитаемый язычниками богини Дианы. На поклонение этому идолу приходило много еленов, которые приносили также и жертвы. Однажды святой Тит пришел на то место собрания нечестивых и начал говорить им Слово Божие, увещевая их обратиться к истинному Богу, познав обольщение идольское. Но так как народ не слушал слов его, тот святой Тит помолился Богу, и тотчас идол тот упал и рассыпался в прах. Тогда все бывшие там пришли в ужас, и уверовало во Христа в день тот пятьсот человек. Точно так же, когда по приказанию императора Римского на острове Крике строился большой храм идольский в честь мерзкого бога Зевса и уже заканчивался постройкой, апостол Христос Тит, проходя мимо того места, помолился Богу истинному, и внезапно храм тот упал и разрушился до основания. Видя такое чудо, многие елены обратились ко Христу и построили прекрасную церковь во имя Господа Иисуса Христа, Бога истинного. Просветив остров Крит и окрестные страны светом веры святой, апостол Тит достиг глубокой старости. Он представился ко Господу, имея от рода девяносто четыре года. При кончении его пришли с неба ангелы, дабы взять душу его, и просветилось лицо его, как солнце. Ибо чья жизнь была светом миру, того и смерть была почтена осиянием света от Господа нашего Иисуса Христа. Богу нашему слава! Во веки веков! Аминь! Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok